в лондоне 32 района однако известный лондонский сити не имеет статуса borrow как все остальные borrow кстати с английского район city является уникальной административной единицей и церемониальным графством со статусом sui generis что на латыни означает не имеющий прецедентов или единственный в своем роде и действительно у сити есть большой набор прав и независимость по сути район представляет собой некий город в городе со своим правительством и даже мэром управляет лондонским сити муниципальная корпорация а ее главой является лорд мэр лондона не путать с мэром в сити работает своя полиция независимая от города а пальцейские носят особую форму проходят в сити и свои выборы которых принимают участие не только его жители но и сотрудники компаний расположенных на территории лондонского сити свой собственный герб флаг и девиз и существуют они уже не один век на гербе сити изображен щит и крест святого георгия а также меч щит держит драконы а под ним расположился девиз звучащий следующим образом господи направляй нас несмотря на то что сити считается маленьким графством площадью в 2,9 квадратных километра что равно квадратной мили и поэтому район также называют неофициально square mile он является крупным деловым районом я с вами буду откровенен ливерпуль стрит и вот этот район лондонский сити это пожалуй один из моих любимых районов во всем лондоне я каждый раз когда сюда приезжаю я здесь ощущаю какой-то просто непередаваемый драйв и сочетание вот этих зданий исторических современных это как здесь делают это просто когда невероятные ощущения и весь район это мега фото геничное место здесь снимают огромное количество фильма сюда приезжают туристы и фотографироваться и где вы еще встретите чтобы у вас стояли небоскребы и рядом звенели колокола старинных церквей лондонский сити представляет собой один из главных мировых финансовых центров и столиц мирового бизнеса здесь работает около 300 тысяч человек а проживает около восьми тысяч лондонский сити такая же финансовая столица как и например нью-йорк здесь есть банк англии и другие банки лондонская фондовая биржа страховые учреждения финансовые и другие компании и конечно здесь есть и рестораны магазины известный многим рынок лендель холм маркет который можно увидеть в фильме о гарри поттере также его галереи мелькали и в других фильмах воображариум доктора парнаса потусторонние и многие другие так как район весьма оживленный из-за большого количества работников компаний и туристов здесь много мест где можно скоротать время особенность сити это сочетание его новизны за стариной стеклянные небоскребы выглядят необычно на фоне банков которые полны викторианского величия есть здесь и масса ресторанов где можно отведать кухню разных стран в гудман сити подают блюда британской французской и итальянской кухни а любители экзотики смогут найти что-то интересное для себя в империал сити и бригадирс лондон где в меню блюдо индийской и китайской кухни высотки сити отдельная тема одна из них tower 42 или national westminster tower который сокращенно также называют netwest она представляет собой небоскреб высотой 183 метра он является пятым по высоте в сити и 15 по высоте в лондоне его первоначальное название национальная восьминстерская башня и была она построена для размещения международной штаб-квартиры netwest если посмотреть на башню сверху ее форма напоминает логотип netwest стоимость строительства башни составила 72 миллиона фунтов стерлингов примерно 311 миллионов фунтов стерлингов на сегодняшний день ее высота в 183 метра сделала небоскреб самым высоким зданием соединенным королевстве до 1990 года пока в декабре 2009 года его не превзошла башня херон сегодня здание включает в себя офисные ресторанные помещения а в 2011 году небоскреб был куплен южноафриканским бизнесменом натаном киршем за 282 с половиной миллионов фунтов стерлингов 30 цент мари x официальное название небоскреба в простонародье известного как огурец из-за своего внешнего вида его строительство было завершено в декабре 2003 года открытие произошло в апреле 2004 41 этаж и 180 метров такова высота огурца здание стало одной из самых узнаваемых достопримечательностей лондона и является одним из наиболее широко признанных примеров современной архитектуры в городе и в 2003 году он также получил премию эмпорис skyscraper award основным арендатором здания является свой срэ глобальная перестраховочная компания которая ввела здание в эксплуатацию в качестве головного офиса для своей деятельности в великобритании на верхнем уровне здания на 40 этаже находится бар для арендаторов и их гостей с панорамным видом на лондон на 39 этаже работает ресторан на 38 частные обеденные залы недалеко от финансового центра находится немало достопримечательностей среди которых лондонский мост tower собор святого павла и гилд холл лондонский мост связывает сити с районом south work нередко этот мост путают с тауэрским но это два разных сооружения за все время истории города на этом месте было немало других построек сперва это были деревянные мосты в римские времена затем каменный мост который был построен в двенадцатом веке а также арочный мост девятнадцатого века существует даже детская песня которая называется лондон бридж из полинг даун что дословно переводится как лондонский мост падает ее целью было отобразить как раз таки эту самую историю постоянных перестроек tower крепость которая стоит на северном берегу реки темза герцог эдинбургский писал в своей книге что за свою историю лондонский tower был крепостью дворцом хранилищем королевских драгоценностей арсеналом монетным двором тюрьмой обсерватории зоопарком местом привлекающим туристов собор святого павла представляет собой англиканский собор который посвящен апостолу павлу расположен он на вершине холма лагер хилл являющийся наивысшей точкой сити конечно когда вы находитесь в сити холмом это место вы не назовете собор резиденция епископа лондона а также усыпальница где захоронены такие персоны как адмирал нельсон композитор сэр артул салливан художник сэр уильям левелин гилдхол бывшая резиденция лорд мэра во времена римского правления здесь был расположен самый крупный в стране амфитеатр то здание которое мы видим сегодня было возведено в 1411 1440 годах а до нашего времени дошли и подвалы которые относятся к более давним временам если вам понравился данный выпуск не забудьте поставить ему лайк также заходите к нам на второй канал с maps education где вы найдете много всего интересного про зарубежное образование